Шаббат шалом. Начинаю прямую трансляцию. Слава Богу. Шаббат шалом, друзья. Шаббат шалом. Споем. Шаббат шалом. Аллилуйя. Шаббат шалом. Приветствую всех братьев, сестер, всех святых. Приветствую. Приветствую, кто подключается. Приветствую мою семью. Надеюсь, тоже уже подключаются. Или подключились уже. Вот. Те, кто в записи будут смотреть, тоже вас приветствую. Потому что после трансляции видео сохраняется. Здесь на ютубе. Да, я зажгу свечи. Аллилуйя. Очень люблю свечи зажигать. У нас такой сейчас с Господом романтический вечер. Шаббат начинается. Ну и благодарю Бога. Обычная хозяйка дома зажигает свечи. По традиции старой еврейской такой. Ну, в общем-то, мы по-разному зажигаем тоже. И я со своей стороны скажу так в простоте, что благодарю Бога за все. Благословен Бог наш, давший нам шаббат и повелевший нам зажигать свечи субботы. Аллилуйя. Благодарю Господа. Аллилуйя. Спасибо, Боже, за все. Спасибо. Спасибо за шаббат. Спасибо за эту благодать. Аллилуйя. Спасибо за великую благодать. Шаббат шалом, друзья. Шаббат шалом. Аллилуйя. Шаббат шалом. У меня здесь халы. Есть. У меня еще. Здесь много чего есть. У меня здесь и сок виноградный есть. И приготовил вкусности. Да. Так. Или, наверное... Нет, я, наверное, сразу достану. Халы. У меня вот такие вот плетенки. Халы. Вот. И сейчас... Достану здесь их. Вот так вот. О! Вот такие у меня есть халы. Для благословения. О! Вот такие взяла еще халы. Да. И такие пожаристые эти. Это не такая средняя пожарка, а эти такие пожаристые. Вот. И плетенки. Да, мы называем плетенками, да? Халы. Беру две халы. По старой такой доброй традиции еврейской. Вот. Библейской традиции. Потому что... Почему две беру? Вот для благословения. Ну, их много может быть там. Вот. Но две берем для благословения. Знаете почему? Потому что... Когда Бог вывел нас из Египта, и мы ходили по пустыне, ходили долго, на протяжении 40 лет, значит, были всякие там происшествия в пустыне, знаете ли. Но самое такое известное чудо, которое Бог там совершал в пустыне, в нашей судьбе, да, значит, это то, что Он, Бог смогущий, он на протяжении 40 лет давал манну. Она падала. И, значит, некоторые люди пытались, ну, как бы, сохранять себе манну. Но она гнила. Заводили щерби, она гнила. Но самое интересное, в пятницу выпадала двойная порция, добавка такая от Бога была. И собирали в два раза больше. И оставляли на шаббат, на субботу. Ну, и такое было каждую неделю. На протяжении 40 лет такое было субботнее чудо. Знамение такое было субботнее, интересное. Потому что, да, на протяжении 40 лет манна не гнила. В субботу она оставалась такой же свежей. Ангельский хлеб ел человек. Мы ели хлеб ангелов. Наверное, ангелы даже были в шоке. Они были в удивлении огромнейшем были. Просто-напросто. В невероятном удивлении, да. Вот. Сейчас здесь поправлю чуть. Вот, так, чтобы еще и талит был виден еще. О, у меня сверху, надо мной, талис, талис, талит. Ну, такое молитвенное покрывало. О, вот теперь видно, да. В трансляции, по крайней мере. В записи не знаю, там будет видно, не видно, но в трансляции видно точно. Очень люблю покрываться талисом. Одеваю талит на молитве часто. Вот. Как вот и Господь говорил, что когда помолиться отцу в тайне, да, затвори дверь твою, вводи в комнату твою там, там, и помолись отцу твоему, которая в тайне. А детство, видище тайны, воздаст тебе явно. Вот. В те времена отдельную комнату иметь свою могли только лишь богатеи, и там очень ничтожный процент населения. И Иисус имел в виду, конечно же, то, что практиковали все, даже самые бедные евреи. Покрываться этим талитом, ты уже как будто бы в комнате. Знаете, как детская игра. Чик-чик, я закрыл. И в домике, говорят, да, помните, да, прятались, допустим, или там играли, допустим, дети, детьми, и говорили чик-чик, я в домике, все, меня не трогать, я в домике. Вот. Вот нечто подобное было всегда в еврейской традиции. Вот. Талит одел, накрылся, я в домике, все. Я в своей комнате, я со своим отцом разговариваю, беседую. Вот. Очень хорошая традиция такая, красивая, мне очень нравится она. Вот. И сейчас благословляю Бога всемогущего, давшего нам хлеб из земли. Благословен Бог наш, царь. Вселенной, давший нам хлеб из земли. Аминь. Аллилуйя. Да, я, наверное, положу сюда. Так. Сейчас. Так. Положу сюда. Халу. Одну. Вот. А вторую я сейчас преломлю. Я именно отломлю кусочек. Хал второй. Вот так вот. Сделаю. Да. Вот. Аминь. Вот. Бег. Ох. Аминь. Продолжение следует... 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 Да. Эй, вейну, шалом, алейхем. Всем я желаю мира. И всем народам, странам, всем мирам. Эй, вейну, шалом, 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 алейхем. Благословляем Израиль, благословляем Иерусалим, Иерусалим, город великого царя. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Субботний мир тебе да пошлет Иерусалим. Господь наш. Шалом, 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 шалом. Шалом, 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 субботний мир. Мир, Господний мир, Шаббат, 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 Шалом. Всем странам мир, всем народам мир, Шаббат, 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 Шалом. Аллилуйя! Слава Богу всемогущему! Слава Богу и хвала! Аллилуйя! У меня здесь есть книга такая, псалмос пивы, украинской мовы, псалмы, но здесь есть и на русском языке псалмы. Вот я сегодня как раз вот хочу спеть некоторые из этих псалмов вместе с вами. Вышене под небесами. Вот мне очень нравится такая, возвышенная песня такая, торжественная очень. Вот. Царства земные, пойте Богу, воспевайте Господу. Вышене под небесами, звонко льется пенье, Господу хваленье. Ангелы поют хорами, в торжествующей хвале. Пойте, 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 пойте Богу славы, воспевайте дружно Господу земли. Пойте, пойте, пойте Богу славы, пойте Господу земли. Милосердие возвещайте. Милосердие возвещайте, Бог нас возлюбивший, дрешников погибших. Взор Голгофий устремляйте, умер там за нас Христос. Пойте, пойте, пойте Богу славы, восклицайте дружно Господу земли. Пойте, пойте, пойте Богу славы, пойте Господу земли. Муж скорбей за нас страдает, он венца терновым, пред концом суровым. Смерть и власть греха свергает, и страдальцам мир дает. Пойте, пойте, пойте Богу славы, воспевайте дружно Господу земли. Пойте, пойте, пойте Богу славы, пойте Господу земли. Он разрушил узы тленья, и воскрес в день третий, рано на рассвете. О, Господь, пойте песни хваленья, подарил нам жизнь Христос. Пойте, пойте, пойте Богу славы, восклицайте дружно Господу земли. Пойте, пойте, пойте Богу славы, пойте Господу земли. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь всей земли. Он сказал, когда уходил Иисус, возносился. Да нам не говорит вся власть на небе и на земле. Наши отцы, деды писали вся власть советом. Сегодня мы, просвещенные евангелеским светом, мы пишем вся власть Иисусу. Аминь. Аминь. И вот еще один псалом тоже мне очень нравится. Называется «Коль славен наш Господь в Сионе». Вот его я уже пел часто, я очень люблю этот псалом. «Коль славен наш Господь в Сионе, не может изяснить язык. Велик Он в небесах, на троне, в былинках на земле велик. Везде Господь велик и славен. В ночи под ним сияньем равен. Тебя твой огнец златорунный Всегда изображает нам. Мы на псалтире сладкострунной Тебе приносим фимиям. Прими от нас благодаренье, Как благовонное куренье. Ты солнцем смертных освящаешь, Ты любишь, Боже, нас как чад. Ты нас трапезой насыщаешь, И воздвигаешь вышний град. Ты смертных, Боже, посещаешь, И благодатью питаешь. Господь, да вот твои селенья Воспрянут наши голоса, И наше пред тобою пенье Да будет чистым. Как роса тебя тебе в сердцах, Алтарь поставим. Тебя, Господь, поем и славим. Еще этот псалом тоже нашел знакомый. Я большинство псалмов здесь не знаю, Но очень хорошие псалмы. Слова просто потрясающие вообще. К сожалению, не знаю большинство из псалмов. Но вот еще вот этот, я слышал тоже псалом. Попробую спеть тоже. Поднимаю взоры к небесам. Очень красивая песня. Поднимаю взоры к небесам. О, какая радость будет там! В трепетном волненье, В радостном хваленье, За Христом мы встретимся, а там. Ждут награды светлые дворцы, Пальмовые ветви и венцы. После слез и горя на стеклянном море Песни поют победы первенцы. После слез и горя на стеклянном море Песни поют победы первенцы. Аллилуйя! Нас по древо жизни поведут. Ах, спасибо! Арфы золотые нам дадут. Арфы не стареют, Струны не ржавеют, Звуки неземные издают. Там страна нетленной красоты, Никогда не вянут там цветы. Там настолько чудно, Что представить трудно. Всюду там сиянье чистоты. Аллилуйя! Радость скоротечна в мире всем, Горе и ненастье ждет потом. Радость бесконечная В небе будет вечно, Если мы в союзе со Христом. Аллилуйя! Аллилуйя! Радость бесконечная В небе будет вечно, Если мы в союзе со Христом. Аминь! В союзе со Христом. Аллилуйя! Крайне чудесные. Ой! Может еще найду псалом какой? Знаю. Слышал по крайней мере. А, ну вот любовь к Христа Это я знаю точно. Потому что это мой любимый псалом вообще. Мой любимый псалом. Это, кстати, да. Ага. Псалмы российской мовы. А остальные уже украинские псалмы идут. Ну, может я тоже некоторые смогу вспомнить. Мотивы, по крайней мере. Но вот любовь к Христа. Красота Иисуса, светись во мне. Да, тоже прекрасный псалом. Да. Вот. Здесь, я не знаю до конца. Но я слышал это. Красота Иисуса, светись во мне. Много прекрасных песен. И большинство этих песен, они рождались вот действительно людьми. Ангелы в небе, Господа славя. Да, вот это я знаю. Да, это потрясающая песня. Вообще восхитительная песня. Вот. Мы даже распечатывали ее, пели в церкви одно время. Потом, я когда пасторствовал, по крайней мере. А потом в 2004 году вернулся в Россию и как-то вот забылось. И не занимались этим уже. Я думаю, что надо будет достать нам просто вот такие псаломоспивы и еще песни Возрождения. У меня дома есть сборничек такой. Надо будет такие для церкви взять, такие сборнички. Баптисты, Песятники, Адвентисты. Разные евангельские церкви такие протестанты используют. Подобные песенники мне очень нравятся. Я думаю, что как бы, почему бы нет, не использовать богатство, которое уже есть уже. Уже, знаете ли, веков богатства церковного такого предания. Вот. Еврейского, христианского, разных конфессий. Вот. Взять самое доброе, хорошее, вот именно действительно евангельское, живое. Божье. Слава Господу. О, спасибо Боже всемогущий. Спасибо Тебе за все. Благодарю Тебя, Господь. И вот этот псалом «Любовь Христа», он здесь тоже вот есть в этом таком приложении в конце, в окончании псаломоспивов. Вот. И в девяносто шестом году, когда я познакомился с братом, ну вот, с Песятнической церкви, Григорий Тельных, он сейчас пресвитером является в Сураже, Трианской области. Тогда он был диаконом этой церкви, Песятнической церкви, тоже, кстати, Варонаевская она, как вот у вас там церковь тоже, тоже Варонаевская церковь такая и такие ортодоксальные Песятники. И, да, значит, я познакомился когда с Григорием, то вот мы обменялись та литературой, я ему дал православную книгу почитать о Богородице, кстати, я очень тогда, ну, знаете ли, был таким поклонником Богородицы, вообще, почитателем ее, чрезвычайным. Вот, каждый день это какие-то Акафисты, читал ей, помимо всех остальных молитв, какие приняты, вот, ну, то время уже, слава Богу, прошло, позади уже, слава Богу, Господь меня вывел из этого болота религиозного мракобесия, этого оккультизма, вот, я об этом свидетельствую много и в семинариях, и в школах там разных библейских, и в церквях бываю, вот, на Ютубе здесь, вот, на этом канале, где сейчас рассказ идет, там много разных моих видео тоже на эту тему. Знаете, вот, но дело в чем, что этот брат, он дал мне, значит, прочесть проповеди Эрла Штеггена, Людмила Плетт, книгу написала, трилогию свою, и вот он мне дал прочесть вторую книгу, я начал знакомство с этой трилогией, удивительной трилогией такой, со второй книги, «Время начаться с Дома Божьим» называется, меня еще заинтриговало, что название книги, оно взятое из Библии, вот это было, вот это было тоже интрига для меня. Если она называлась как-то по-другому бы, я бы еще так вот, поскольку, поскольку, может, даже и не открыл бы, а вот то, что название книги было как раз из Писания, мне это заинтриговало, вот. Ну, и я прочитал, я все-таки таки прочитал эту книгу, вот, и, знаете ли, и там и наревелся, и каялся, и своими словами к Богу уже обращался, потому что, ну, действительно, эта книга настолько, она вот пропитана жизнью Христа, вот, любовью Христа, вот, его благодатью, что, знаете ли, после прочтения этой книги я дал ее своей жене, почитаю, говорю, обязательно, она увидела меня в таком возбуждении, таком, не знаю, духовном, я дал эту книгу, она взяла, она тоже наревелась, там, тоже наплакалась, то, что тоже, там, потом даже, как бы, тоже говорила, что очень многие вещи, на самом деле, пересмотреть пришлось ей тоже. Вот, а в моей жизни эта книга сделала чудо, я очень благодарен Богу за брата Эрла, очень благодарен Богу за эти проповеди, простые, очень простые, убедительные проповеди, знаете, простота такая евангельская, хорошая, не та простота, которая хуже воробства, а вот именно простота Божья, Божье Слово, спасение через Христа, вот такая, как вот богослов называют, христоцентричность, и даже я одно время даже часто говорил, что выступая, там, в церквях, допустим, евангельских, протестантских, я даже говорил, что, если у вас есть знакомый батюшка, вот, если он верующий, тем более, дайте ему обязательно почитать эту книгу, вот, я знаю, что эта книга произведет действия хорошие, ну, по крайней мере, в моей жизни было так, а какое хорошее действие произвело эта книга, первое, самое большое действие произвело, что я вновь обратился к Библии, я страстно очень захотел, знаете, не просто страстно, даже не то слово, вот, знаете, как будто давно не пил, да, и ты умираешь, тебе хочется пить сейчас, прямо сейчас, дайте что-нибудь мокрое мне, дайте воды мне попить, вот, и мне захотелось пить, я нашел свою Библию, я читал все эти годы, конечно, на старо-славянском языке, церковно-славянском, вот, и на служениях, и так, келейно, как говорится, вот, но это не то, все-таки читать Библию надо, действительно, на языке, в котором ты мыслишь, да даже не в этом дело, можно читать и на другом языке, но и, как бы, понимать, и откровение принимать от Бога, вот, Рема, Божья, Божья Рема должна быть, действительно, Божье Слово, как Божья Рема, я очень Богу благодарен за откровение от Слова Божьего, вот, и я помню, как, когда открыл для себя это вновь Писание, а потом через некоторое время был в гостях в этой церкви, где, значит, собственно, ну, куда пригласили меня, правда, я пришел так нежданно, потому что приглашение было так в общем, в целом, ну, заходите к нам на служение, если будет время, вот, значит, ну, и я вот взял, однажды и зашел, посреди недели, будничный день был, служение, собрание вечернее, и я был, как раз, вечером в райцентре, дело было нечего, думаю, почему бы не зайти, думаю, да и пошел, вот, и интересно, что, вот, как раз, первый псалом в своей жизни протестантский, евангельский, не православный, не церковно-православный, который я, ну, привык, какие привык все эти годы распевать, петь, значит, я напевал, всегда распевал, значит, их, значит, и дома, значит, там, значит, тоже я очень люблю петь, я не певец, и, знаете ли, но очень люблю петь, вот, я художник, мой, мой образ, это живопись, это вот, будем так говорить, мой язык, как бы, да, вот, поклонение Богу, это живопись, графика, это кисти, краски, значит, холсты, вот, но я очень всегда, очень уважительно и с особым благоговением отношусь к людям, которые, вот, поют Богу, воспевают Бога, вот, которые играют на музыкальных инструментах разных музыкантов, певцов, я очень люблю, и для меня это особенные люди всегда в моей жизни, вот, и благодарю Бога за все это, и знаете, друзья, вот, сам-то я нигде не учился пению, вокалу, ничего, я просто, вот, люблю петь и все, люблю петь, вот, и это тоже свидетельство славы Божьей, потому что в 87-88 годы меня приговорили к молчанию насовсем, то есть я мог бы, если говорить, то только лишь шепотом, вот, значит, вот, такое было, диагноз врачей был, вот, значит, и говорили, что еще там какие-то месяцы сможете, молодой человек говорит, говорить, но не громко, а потом вообще замолчите, будете только шепотом что-то говорить, вот, и, а я сказал врачу этому, там, ухо-горло-нос, там, лор, врач, да, сказал, значит, что я еще и в храме пою, в церкви пою, он говорит, молодой человек, вообще-то забудьте даже петь насчет пения, забудьте, только шепотом говорить и все, вот это да, и, знаете ли, ну, я 100% был уверен, что я буду петь, буду продолжать петь, и даже я в храме, потом приходил снова в храм на Клирос, я как раз хором руководил тогда, в 87-88 годы в храме, в Орловской епархии, значит, хором руководил, ну, как хором руководил, опять-таки, тоже я самоучка, и бабушки были самоучкой, вот такой хор, не профессиональный, просто, ну, как говорится, любительский хор, вот, в сельском храме, ну, это в черте города, это село, сельский храм, вот, и, знаете ли, и я так помыслил так, что даже если я и потеряю голос, лучше я потеряю его прямо в храме, если я и замолчу однажды, то я замолчу в храме, вот, буду до последнего, сколько хватит моего здоровья, голоса, я буду петь, и вот прошло уже больше 30 лет, я до сих пор пою, слава Богу, очень хорошо получается, сестра пишет, да, слава Богу, голос хороший, это от Бога, от Бога, потому что мой природный голос, моего природного голоса уже нет уже, то есть, тогда еще, ну, уже к концу 88-го года однозначно я должен был замолчать уже, только лишь шепотом разговаривать, а я до сих пор пою, вот, вот так вот, уже 30 лет, вот, я знаю, что это милость Божья, вот, тогда 20-летним парнем, я, значит, конечно, было обидно, что мои сверстники будут разговаривать, будут петь, общаться, а я буду только лишь шепотом разговаривать, вот, но, знаете ли, Бог милостив, вот, по благодати Божией пою, и вот мне бы очень понравилось тогда на служении в церкви Песятников, там, в Сураже, город Сураж, Брянской области, где Григорий Тюрьмин был дяконом, сейчас он там пресвитером говорит, да, так вот, и мне очень понравилось, что они пели этот псалом о любви, о самом главном, о любви Христа, спасибо, Господи, спасибо, спасибо, Боже всемогущий, за любовь Христа, Аминь Споем, друзья, да, кто знает Любовь Христа, безмерно велика, Начала нет и льется, как река, И как волна лобзает берега, И глубока, Светла и широка, И если б не было любви, Любви Христа, Мы б не смогли Иметь надежду Вечно жить И как спаситель Всех людей Любить Он Возлюбил Тебя Меня давно Он Возлюбил И тех, кто Но лишь одно Твердили Нет И поднимали смех, А Он с любовью Призывает Всех И если б не было любви, Любви Христа, Мы б не смогли Мы б не смогли И иметь Надежду Вечно жить И как спаситель Всех людей Любить Любить О, если б знал Живущий на земле Любовь Христа Лишь ею дышат все И если б Бог Любовь отнял На мир То этот мир Давно Б уже погиб И если б не было любви Любви Христа Мы б не смогли Мы б не смогли И иметь Надежду Вечно жить И как спаситель Всех людей Любить Приди Приди Скорей Скорей Тебя Он ждет Давно Стоит У каменных Ворот Стучит К тебе Открой Уже Пора Приди Приди Любовь Без злато Серебра И если б не было любви Любви Христа Мы б не смогли И иметь Надежду Вечно жить И как спаситель Всех людей Любить Аллилуйя Аллилуйя Слава тебе Господь Благодарю тебя Боже Благодарю тебя За милость И благодать твою Слава тебе Боже Всемогущий Благодарю тебя Боже Благодарю тебя Боже Воспевай Дай людям преступления их И дал нам это слово Евангельское слово Привирения Спасибо Господь за все За милость и благодать твою Господь Слава тебе Аминь Братья и сестры Благоставляю всех вас Благоставляю Свою семью Есть очень хорошая Такая традиция Еврейская Вот как раз Каждую Даже Некоторые Богословы Даже Ученые Некоторые Вот Нерелигиозные Люди Вот Феномен этот изучали И Одна Как бы Одно из Таких Как бы Значимых Ну Обычно Еврейский народ Как узнают Что Умный народ Благоставенный Вот Как это все Передается Этот ум Это благоставение И Увидели Причинно-следственную Связь такую Что На самом деле Каждую Пятницу Вечер Каждую субботу В каждой Еврейской семье Благоставляют Свои детей Благоставляют Своих Жен Благоставляют Своих детей Вот И Это очень Трогательный момент Один из самых Трогательных моментов Вообще Шабата Вот Мне очень нравится Когда Родители Благоставляют Своих детей Вот И Когда Мужья Поют Своим Женом Даже если Голоса нет Даже если Слуха нет Все равно Поют Или на Еврейский муж Замечать За женой Подмечать За женой Что она сделала Хорошего Доброго Вот И потом В шабата Все высказывать И Хвалить ее За то что на протяжении недели она делала и то и то и то и то Это очень важно Вот И Это Это Действительно Божье чудо Которое Господь подарил нам Пусть Бог благословит во все Дорогие друзья Вот Благословение Господних всех вам Того благодати человека любим Всегда Ныне Присно И во веки веков Аминь Слава Богу Шаббат шалом Субботний мир Господний мир Всем вам Вот И Конечно Сегодня Тоже молюсь Я своей семье Вот Молюсь За Всех вас Подключающихся Вот Завтра Утром Буду здесь Вот У пастора Константина в гостях Проповедовать Возле метро Черниговской Где СНЛ офис Вот И Будем молиться за исцеление людей Будет хлебопреломление Тоже причастие И в харистии Будет совершаться Слава Богу И слово будет мое Как раз вот Ну Об этом Вот А вас благоставляю И в 6 утра Друзья Подключайтесь В 6 утра По киевскому времени Подключайтесь на утреннюю молитву Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь Пусть благодать Господу нашего Иисуса Христа Любовь Бога Отца И общение Святаго Духа Пребудет со всеми нами Аминь Шаббат шалом Шаббат шалом Шаббат 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 шалом